Плюс, минус и опять плюс. Перепад температур спровоцировал образование ледяной бахромы на карнизах бийских многоэтажек. Сейчас оказаться под прицелом смертельно опасной сосульки может каждый. Замёрзший чистокол встречается повсеместно во дворах, вдоль центральных улиц и на теплотрассах. Дождались весны и тут же об этом пожалели. Всё, что аномально намело, стремительно тает и падает. Некоторые управляющие компании даже не оградили опасные места лентами, а стоило бы натянуть их вокруг опасных зданий. Бороться с наледью, судя по всему, не успевают. Добавим, что заморозки и отепель неважно, а под крышами лучше вообще не ходить. Лёд всё равно будет падать, либо по тяжести собственного веса, либо просто потому, что тает. На балконах последних этажей и крышах тонны наледи. Своевременно убирать эту опасную красоту должны управляющие компании. Добавим, что жильцы могут сами обратиться в свою обслуживающую организацию с заявкой на уборку. Жители, если видят, они обязаны обратиться в управляющую компанию. Если управляющая компания, соответственно, не реагирует на это, то они могут обратиться к нам в управление. За помощью. А мы уже, с моей стороны, будем принимать меры административного воздействия. Сначала попробуем предписание. Если предписание не поймут, то, соответственно, дальше будут меры уже штрафной станции. Ненастная холодная погода очень скоро закончится. А в Алтайский край идёт волна тепла. То есть в ближайшие дни нас ждёт настоящая ледяная бомбардировка. Прямо об крышу как бы бахнется, как бы бахнется. Прямо отбегаешь, думаешь, что-то рядом. Опасно, особенно если с детьми гуляют, потому что там вообще проход сбоку. Постоянно сосульки тоже не убирают. Убирать надо. Как технология должна быть уже отработана управляющими компаниями. Жизнь такая у нас. Ни дорог, ни сосулек не убирает. Поэтому что делать? Так и живём. Не, ну такие сосульки, конечно, страшно смотреть. Это когда. Ну я сегодня вот приехал, например, там начало падать. Подальше оставили всё. Как видите, большие сосульки, коммунальщики не хотят работать. Торговые компании убираются. То есть там следят за этим. Ну в девятиэтажке живём, нет. У нас, в принципе, их нет. А в пятиэтажке, мне кажется, вообще их никогда не убирают, нет. Не хотелось бы на машину-то получить сосульку или снять. Стараюсь вообще не ставить под крышу. И стараюсь ставить в гараж. Это очень опасно. Потому что потом никому не предъявишь.